Если театр начинается с вешалки, Центр культуры, конечно, с афиши. Так считает новый директор Брестково-Городского Центра культуры Александр Гарбузов, который вступил в должность ровно две недели назад. Сказать, что с этим местом он уже знаком, не сказать ничего. Человек не новый в городском центре. Александр Гарбузов уже работал, занимая не менее ответственную должность. Художественного руководителя. Признается, назначение директором – событие неожиданное, но очень желанное. Не сильно было ожидания, но хотелось. Хотелось, потому что это мое, я закончил училище искусственное по специальности организатора культурно-достуковой деятельности. И это на меня всегда было ближе, потому что первая любовь, она всегда остается первой. Ну, как-то так, всегда тянуло культуру. Здание городского центра культуры небольшое, но творческая жизнь здесь в буквальном смысле кипит. Работает 41 объединение по интересам. 12 творческих коллективов удостоены звания «образцовый и народный». Всего участников более 1 тысячи человек, 106 – руководители и концертмейстеров. Городской центр культуры – это, я считаю, на сегодня основной центр культуры города Бреста. Хотя, вот лично мое мнение, культура – это не только учреждение культуры, это наш внутренний мир. Поэтому наша задача, конечно, приобщать к культуре население города Бреста и области. У нас очень много интересных коллективов, начиная с ансамбля танца «Радость», с народной хоровой капеллы, вот моих два коллектива, театральные коллективы, очень много коллективов. Новый руководитель – человек, который из рядов культуры. Это очень важно, потому что, как правило, бывает назначить человека, он может быть достоин, конечно, по другим критериям, но вот что касаемо человека, который именно общался в нашей среде, это очень важно. Потому что человек в свое время работал и в духовом оркестре, потом работал у нас замдиректора, работал замдиректора кинотеатра «Беларусь», ну и вот теперь наш он руководитель. Я считаю, что молодой, во-первых, энергичный, очень ответственный, демократичный – это тоже немаловажно. Мы ждали именно такого креативного, молодого, деятельного человека, как Александр Иванович. Дело в том, что придя сюда, в первую очередь, он обратил внимание на то, что люди, работающие здесь, стоят во главе всего. В первую очередь, я считаю, что должны быть налажены отношения межличностные. То есть Дом культуры – это одна семья, в которой люди проводят с утра до вечера все свое время. И внутренняя обстановка взаимоотношений между людьми – это очень важно. В планах у нового директора Александра Гарбузова развивать международное сотрудничество. Сегодня учреждение находится в процессе подписания договора с польскими коллегами. И самое главное – продолжать не просто нести творчество в массы, а делать это качественно, с любовью и с акцентом на самобытную культуру. Работы тут много. Интересная работа. Плюс все городские мероприятия, все костяки лежат на отделе культуры и на городском центре культуры. Мы работаем вместе. Нет такого, что вот это ваше мероприятие, это наше мероприятие. Всегда эвакуируется, всегда мы делаем вместе. Вот сейчас вот закрытие культурной столицы будет 9-го числа, и плюс у нас 6-го числа будет проходить мероприятие 80 лет в Брестской области. В копилке большого творческого коллектива Брестского городского центра культуры немало достигнутых высот. Стены кабинетов украшены различного рода дипломами, грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. Коллективы продолжают успешно гастролировать по миру, внедрять новые фестивали и проекты, организовывать и проводить городские мероприятия. Понимая, именно на них лежит ответственность за хороший праздник.